Мир вам, братья и сёстры! Та вся вместо помог нам Господь, я низко преклоняю свою голову и колени перед Христом. Благодарю, что Он своё слово держит. Он мне один раз сказал, если будешь открывать сердце твое, которое я стучу давно, и пустишь меня туда, я буду с тобой вечерять. Я как-то не верил этим словам, но сегодня я вижу, что Бог вечный, и то, что Он говорит, Он всё делает. Я буду свидетельствовать. А вы готовы до 10 вечера посидеть, послушать? А если надо до утра? Не знаю, зачем вы сюда пришли, с кем встретиться хотели, может, знали, что мы будем, но я это ничего не знаю. Но я знаю только одно. Сюда прежде всех пришёл Иисус. Царь царей и Бог богов, Творец мой и Творец твой. И Он хочет встретиться с тобой. Не знаю, какая нужда тебе сюда привела. Не знаю, что ты думаешь, что в твоём сердце. Господь хочет, чтобы освободить эту сердцу, очистить его, и туда ставить трон свой и сказать, вот я хозяин этого сердца. И Он хочет, что горе твои все ушли, болезни, всё, что в твоё сердце пришла радость. Тот радост, который когда-то Он даровал меня. Брата и сёстры, я себя не рекламирую, но мне было 10 дней, когда моя мама отказалась от меня в роддоме. Беспомощный ребёнок 10 дней, но я благодарю Бога, чтобы Христос не отказался. И Он дал мне другие в руки, которые воспитали, выросли меня. Я благодарю Бога за всё это. Не знаю, может и ты, сирот, может и тебе кто-то бросил, может, сейчас никто тебя не понимает. Но есть Он один, который всегда понимает и всех понимает. И Он сегодня печётся о тебе и пришёл, стоит и говорит, как написано в Откровении 3,20. Сесть, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отверит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мной. Побеждающими дамся со мною на престол моём, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его, имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Может, я буду ошибками говорить. У нас на армянском языке нету мужской, женской роти. Ну, переводчик Дух Святой может тебе переводить, если ты откроешь своё сердце и хочешь не то, что поймать мои ошибки, а слышать, что говорит Дух Святой тебе через меня ошибками. Но он поправит. Я женился после армии, двадцать лет было у меня, и шесть лет детей не имели. Куда только не обратились, кому только не обратились, ничего не получается. В жизни братья и сёстры я делал всё, только вены не колол, а остальные все довольствия я всё через этот ад прошёл. И нету радости в сердце, и домой не хочется идти, потому что идёшь, смотришь, мрачное лицо жены, хотя бы мы любили друг друга со школьной скамейки. Она ждала, я отслужил, вернулся. Ну, слёзы, всё это сокрушает сердце, ломает. И мы вышли одного профессора, который имел очень такой хороший вес в медицине. Сто обращающих женщин, которые бесплодные, только двое могли не радить. И мы вышли к ней, она приняла и начала лечение. Ну, прошло некоторое время, она мне вызвала и говорит, анализы твоей жены надо отправить в Англию. Я говорю, отправляйте, в чём проблема? Она говорит, в деньгах. Это будет стоить полтора тысячи советскими деньгами. Я вырос в богатой семье и сам работал на автобусе. Месячная моя зарплата была 600-700 рублей. Те деньгами и в день по 200 рублей халтуры. Деньги не были проблемой. Деньгами можешь всё купить. И кровать пищную, но сон не купишь. Лекарства всё купишь, а здоровья не купишь. А я думал по-другому, что если есть деньги, всё можно купить. И вот я отдал полторы тысячи, и она сказала, что ждите, когда будут ответы, я вас вызву. И через полтора месяца она вызвала, собрала консилиум и мне объявляет. Она мне «Синок горит». ответ анализа вашей жены такой, чтобы она по жизни не рожать не будет. Медицина бессилна. Ничего не будет. Хочешь, разведись, хочешь, бери ребёнка. Я не знал, что я приёмный ребёнок. Я хотел, маме пару раз предлагал, она была категорически против, но я не знал причина. Я так отпустил голову, говорю, спасибо и хотел выйти. Ну, там был один брат, армянин, который с Англии приехал, тоже врач. Я хотел идти, он говорит, не теряй надежду, то, что у людей невозможно, у Бога всё можно. Я так повернул на его сторону, говорю, знаешь, если дело до Бога дошло, значит, темно вошло. Нету Бога, говорю, уважаемый, значит, и это не будет. Он говорит, нет, есть Бог, Он всемогучий. Я говорю, нету. Хорошо, говорит, но я буду молиться. Говорю, молись. И вышел, спрашивает жена, ну, что сказали? Я говорю, сказали, ждите, будет. Соврали, что сказать? Сказать, что пожизненно не будешь рожать. Прошли дни, и один вечер я ссыл на пиане, где-то полвторого ночи на улице зима, холодно. Захожу домой, мама, тётя и жена на колени молятся. Жена сразу встала от страха. Я так зашёл, говорю, ничего себе, что за чёрт тут? Ну-ка встаньте, говорю, кто тут вам позволил молиться, и кого вы молитесь? Мама хотела встать, тётя говорит, не бойся, то, который внутри нас сильнее, чем который внутри его. Молись. я так толкнул, говорю, что, не слышите? Она говорит, Иисус, я верю, что он будет проповедником, и твою славу будет рассказать везде. Я говорю, тётя, если отца твоего мёртвого в воскресенье увидишь, ты этого лучше повер, чем что я буду проповедником. Она говорит, я это увижу, все могили откроются. Такой страх на меня напал, думаю, тётя с ума сошла. Звоню, у неё три сына. Я говорю, слушай, твоя мама уже с ума сошла полностью. Или приезжайте, забирайте, или я увезу в психбольницу. лечение всё возьму на себя. Сын говорит, потерпи до утра. Говорю, хорошо. Она начала молиться иным, ну, духом святым, иными языками. Я их поднял. Я говорю, скажите, что нету Бога и прекратите всё это. Она говорит, есть. Говорю, есть, есть. Я ей и мою маму выставил за двери в халате в тапочках и дверь закрыл. Жену тоже молилась. Она молчит. Мама стучит в дверь, говорит, сынок, открывай, ты что делаешь, холодно. Я говорю, мама, скажи, нету Бога, я открою. А тётя говорит, есть Бог, слава Христа, Он здесь с нами. Я говорю, если с тобой узвизвит такси, езжайте куда хотите. Я не открою. И они пешком семь километров шли к младшей тёте. Ноги не замёрзли, не подморозили, крипом не болели. Наверное, остаток времени там молились, это Богу известно. И проходит некоторое время, мама мне говорит, можно, сынок, тебе один просьбу? Я говорю, скажи, мама, с Америки миллионер один приезжает, демо шакарян, воскресенье будет у нас на собрании, прошу тебя, пойдём туда. Я говорю, что мне там делать, мама? Нету Бога, просто люди, говорю, наверное, пришли, деньги собирают, а это как раз распад Советского Союза. Говорю, наверное, миллионер, интересно, что там в Армении. Мама говорит, ну, я умоляю тебя, может, пойдём? Я говорю, мама, ради тебя пойду, но только это один раз, больше мне не зови, если будешь звать, буду отказываться. Она говорит, хорошо. И в воскресенье я их отвёз. Маму и жены вошли зал и что я вижу? Кто там сидит? Блудницы, осуждённые, я же водитель автобуса, почти весь город знает, кто чем там занимается. Думаю, Господи, куда же ходят мои? Неужели ни одного нормального человека здесь нету? И я здесь среди них, а если кто-то из моих друзей увидит? Что они скажут? Скажут, с ума сошел? Ну, ладно, думаю, маму даст слово. Ну, как-нибудь два часа посижу. И так присели, и на трибуне выходит один брат. Думаю, ничего себе, и он здесь. Там на работе, говорю, взятки берёт, а здесь крихи вымаливает. А он замначальник там там какого-то, ну, которые разрешения всякие дают в всяких делах. Думаю, вот это да, я попал, и попал крупно. Как меня отсюда убежать? Ну, думаю, не, всё равно сяду, послушаю, что они говорят. и он объявляет, что этот демо Шакарян не мог с Ивана приехать в Киравакан 130 километров. Думаю, вот тут мафия. Не могли, говорю, сказали бы мне, я вертолёт заказал бы. Вы нищие, у меня деньги есть. Что, он не мог, что ли? Неужели ведущей машины нету, чтобы его привезли? И он начал проповедовать, говорит, мы позже овцы. Я думаю, Господь знает, он у нас добрый пастыр. Я говорю, слушай, если ты баран, то я нет. За эти слова ты после собрания мне ответишь. А эти стоят сидят, говорят, амин, амин. Думаю, вообще у них самолюбия нету. Что за народ? Баранами зовут, они амин говорят. И думаю, не, я с тобой конкретно разберусь, ты то, что оскорблял мою маму, обзывал мою жену, ты за это ответишь. И он говорит, давайте помолимся. Все встали, а я маму начал ругать. Говорю, куда ты меня привел, обманула, да, тут все так врут, как ты, тебе не стыдно? Жена говорит, мальчик, как ты с мамой? Я их шлепнул пару раз, она села на место. Я говорю, после собрания отсюда прямо отцовский дом пойдешь. А маме говорю, а ты говорю, чтобы мои глаза тебе больше не видели. поняла? Она говорит, да. И маленькая женщина там переди нас сидела, она повернулась ко мне и говорит, вы не можете вести себе прилично, тут Бог есть. Я говорю, тебе тоже обманули? Маленьких легко обманывают, говорю, нету, говорю, Бога, был бы, Бог дал бы мне ребенка хоть одного. Она говорит, а он мне тринадцать дал. Я думаю, такая маленькая, тебе 13 детей? Да. Я говорю, а как? Она говорит, я молюсь, он мне дает, я молюсь, он мне дает. Я ее карман засовывал, пачка червонца. Я говорю, за меня молись. Она эти деньги вернула, говорит, ты что, глухо не мой, что ли, не можешь два слова связать? Ну, знай, говорит, Богу не обманешь, что есть в сердце, скажу, он все знает. Хорошо. Я еще ресторан заказывал, что этого миллионера туда отвезти, чтобы угостить его, чтобы у него просить, чтобы он визу открыл, что я жену отвез в Америку на исследование конкретное, последнее. И, в общем, эти деньги я дал, она мне вернула, начали молиться, кто-то говорит, отче мой, кто-то говорит, благословленный Господь. Я двумя руками рот закрыл, чтобы никто не видел, что я молюсь. И я первый раз молился вот так, первая моя молитва. Господи, я тебе вообще не верю, и ты для меня не существуешь. Но если ты есть, и ты всемогучий, дай мне сына. чтобы он был рыжий, как русский, чтобы он имел синие глаза, колубель, и чтобы в нем был знак, вот тогда я тебе поверю. И когда я в это время молился, крыша этой здания открылся, я вижу небо, и оттуда льется любовь. И с меня вырывается что-то черное, и я такой легкий стал. Я думаю, где прихватиться, чтобы не подняться. А эта любовь льется, льется, я уши, рот, все закрываю, говорю, хватит, хватит, я скоро лопнусь. И вижу видение. Все, которые сидели, все братья в белой халате, белой одежде, без головного убора. все сестры в белой халате и с белыми косичками, косинками. У всех головы бели покрыты. Я как видел, а я черный, грязный среди них, думаю, если они позволят, я на коленях пройду, всех ноги буду целовать. Они все святые, а я как о них думаю. Господи, говорю, кто поможет меня, кто очистит меня? Мне страшно среди святых одного грешника. И вижу кровь Христа льется. Молитва закончилась, никто не знает, что со мной случилось. Собрание закончилось, вышли. Мама и жена говорят, садитесь, отвезу. Они не садятся. Я им сказал, если сядете в машину, я его переверну стопроцентно. Вас обоих, говорю, один день похороню. И шикарную похорону сделаю. Дубовый гроб, как у правителей, говорю. Это до этого, до молитвы. И они не садятся, боятся, думают, дай, сделаю доброе дело. Там бабушки костылями ходят, хромие. Подошел, говорю, садитесь, бабушки, я вас домой отвезу. В общем, троих посадил. Смотрю, одна идет костылями и очень тяжело ходит. Подошел, говорю, мать, я на машине, садись, отвезу. Она говорит, слава тебе, Господи, я же молилась, как до дома доберусь, ты еще и водителя персонального отправить за мной. И с ней иду, и смотрю, эти три бабушки с машины как 18-летней убегают. Уже ни боли, ни хромоты нету. И ей кричат, не соглашайся, не соглашайся. Думаю, что случилось? Оказывается, мама подошла, говорит, я мать, а это жена. Мы не садимся, куда в, и он обещает, что перевернет машину. Вам что, жить надоело, или жизнь надоело? Он за это сажает. Эти все убегали, и жена с мамой пешком шли. Никто из церкви ко мне не подошел, ничего. Стою, думаю, да, тошно, здесь люди, говорю, вот так, как артисты, понимаешь, там любят, здесь никто не подходит. Мне все-таки, говорю, пойду, как положено, нажрусь в ресторане, приду домой и буду устроить бойну. Я их обоих обещал, я что, не мужчина, я выпоню, я их обоих убью, и жену, и мать. Ну, чтоб оправдаться, выпью, чтоб сказать, что я был пьян, не помню ничего. Сел в машину, хотел завести, дверь открывается, и Иисус своей красой сел со мной рядом, так обнял меня с левой рукой, слушай, говорит, Араик, я так удивился, говорю, имя мое даже знает. Не делай это, иди домой. Я с тобой буду до кончания веки. И вышел. я завел машину, поехал домой, сразу лег спать от стыда, чтобы они пока домой добрались, меня не видели, пришли, я уже сплю. Братья и сестры, прошло две недели, и моя жена меня объявляет, что она беременная. Думаю, Господи, в чем моя вина? Они точно хотят от меня делать верующего, но этого не будет. Жене говорю, если ребенок родится, кровь буду проверять, если не мой кровь, то тогда точно свое обещание выполню. Может, ты где-то блудила, помню, раньше говорили, собираются, свет выключают, я говорю, у тебя есть проблема, хочешь через Бога избавиться от этого, этого не будет. И прошло, пришло день, когда она будет рожать, это 91-й год, 19-го августа, когда Пуча была, Горбачеву арестовали, я был на работе, сын моего соседа прибегает, говорит, дядя Раик, тетю Марину уже роддом увезли. А у меня был знакомый врач, в роддоме работал, зам заведующего, он мой собутильник был, вместе много распили, я ему один раз говорю, слушай, доктор, мне ребенок нужен, я сына хочу, как наследника, там бывает у вас оставляют, если что, дай мне знать, я приду, усыновлю, хорошо, орай, прошло некоторое время, звонит, говорит, тут такая девушка родилась, здоровая, мама просила, ушла, я говорю, доктор, я сына хочу, зачем мне девушка, прошло некоторое время, опять звонит, орай, говорит, такая девушка, прелесть, здоровая, оставили, я говорю, слушай, у тебя слишком не белая горячка, ты что, девушка от мальчика не отличаешь, доктор, я говорю, мальчика хочу, ты понял, он говорит, делай этому дураку добро, он еще недоволен, я говорю, ты не обижайся, ну, я мальчика хочу, понимаешь, ну, ладно, в следующий раз, даже если позвонишь, скажешь, тут мешок картошку оставили, я за ним приду, чтобы ты не обиделся, ну, только говорю, смотри, еще раз прошу, чтобы мальчик был, он говорит, хорошо, и вот, я поехал с одним братом, это тот же брат, который тогда проповедовал, что мы позже овцы, и приходит врач, кто, говорит, Марину ждет, я говорю, я, и мама говорила, что я, он нам дает бумаги, говорит, подписывайтесь, ребенок в чреве матери умер, кровь вашей жены отравляется, надо срочно оперировать, даже не знаем, спасем хотя бы жену твою или нет, я говорю, ага, это значит не от Бога, пусть умрет, говорю, я, говорю, не буду подписывать, если это Бог дает, пусть дает, если это не от Бога, пусть умрут, а этот брат мне говорит, а может помолимся, я не против, мама говорит, я сама подпишу, я, говорю, руку твою отрублю, если подпишешь, доктор говорит, если ты оперировать будешь, и она умрет, я тебе посажу, ты мне понял, он так смотрит, говорит, хорошо, не хотите, не будем, и я с этим братом поехал одному брату, встали на колени, начали троем молиться, а Дух Святой двенадцать сестер молитвенником, дома тревожили, сказали, что они собрались, чтобы помолились, и они пришли, мы молимся, и у одной сестре видение, чтобы сын родился, она подходит брату, а брат приспитит, я-то в этом не разбираюсь, кто там, что, ему на ухо что-то шептало, он говорит, молитву закончили, он говорит, поедем, я говорю, наверное, сказали, что позвонили, что она умерла, все, и всю дорогу я так устроил хорошую похорону, шикарную, и поехали, только машину поставил, вышли, окно открывается, акушерка, пожилая женщина, говорит, кто Марину ждет, я так голову отпустил, говорю, я, и позашел, чтобы она вот скажет, умерла, вот это, что, что ты, говорит, стенок, нос повесил, радуйся, у тебя сын родился, я говорю, какого цвета, она, говорит, белый, белый такой, даже в вене видно, кожа, как у русского, а, говорю, глаза синие, она, говорит, не знаю глаза, давай нам магарич, я говорю, сына покажи, если глаза будут голубее, то магарич получишь, если нет, нет, час подождали, пока ребенку принесли, как показали, глаза открывает, глаза синие, и я начал раздавать, две тысячи, в кармане были, все раздаю, мама говорит, хватит, ты что делаешь, я говорю, мама, столько потратили, говорю, никак не получился, сейчас есть, что две тысячи, у меня же сын родился, слава Господу, братья и сестры, то, что Бог делает, человеку даже, не может человек думать, что он может делать, а он все может делать, аминь, потому что он любящий отец, и я начал в собрание идти, сигареты в носки прячу, дезодор дую, чтобы братья целовали, запах никотина не слышали, не читаю, ничего, один брат говорит, читаешь? я говорю, нет, почему? я говорю, книги нет, он с кармана свое дает, мне думает, кто тебе за язык тянул, сказал бы, да, вот как я буду читать, ну, прихожу домой, думаю, дай посмотрю, что там написано, как начал, такой головной боль, приступ такой, глаза темнеют, я окно открыли, эту книгу выбросил на улицу, думаю, как выбросил, так и боль прошел, мама тайно пошла, взяла, принесла, проходит некоторое время, думаю, ну, все-таки, а этот брат говорит, хоть что-нибудь читаешь? я говорю, брат начал читать, такой приступ, он говорит, да, так и должно было быть, а ты встал на колени, молился, говорю, нет, надо, да, прежде чем будешь читать, молись, скажи, Господи, помоги, что там написано, чтобы я понял, это, говорит, не обыкновенная книга, это супер книга, говорю, хорошо, пришел, встал на колени, молился, взял, читаю, и мама говорит, кушать будешь? я говорю, я что-то сытный такой, говорю, не хочу, она говорит, с утра ничего не ела, что ты не хочешь? пошли кушать, 4 Евангелия сразу почитал, представляете? и такой сытный, ничего не хочу, радость в сердце, слава Богу, братья и сестры, прошло, я глаза сильно целую, это мое слабость, синие глаза, холубе, иду на работу, через полгода возвращаюсь, утром целовал, вечером пришел, глаза черные, жене говорю, слушай, с ребенкой гуляли? она говорит, да, мама гуляла, я маму говорю, слушай, мама, ты коляску нигде не оставила? нет, я говорю, что, ребенка подменили, что ли? она говорит, нет, это наше, как подменили? я говорю, глаза-то черные, вы что, не видите, что ребенку вменяли? она, нет, это наше ребенок, Я встал на колени и говорю, господи, я просил сына, ты дал, чтобы синеглазый, рыжий, как русский, тоже так. А где знак? И на задней щечке левой стороны три буквы появились. А, М, Э. Я как умный, так расшифровал. Араик Марина Эммануил. Ребенку звали Эммануилом. И эти буквы цвет свой меняют. То розовый, то такой белый. Ну, рукой трогаешь, они есть. Думаю, да, вот и знак. А братья свидетельствуют. И два часа ночью, и три часа ночью. Приводят людей, говорят, вот мы им рассказываем, они не верят. Можно ребенку показать? Мы с радостью никогда не ворчали, что ну дайте хоть поспать. Открываем. Они привели шестнадцать братьев, из них шесть стали членами церкви. Уверивали, как видели это чудо. И я уверовал конкретно. Когда все это видел, встал на колени и говорю, «Господи, я поднимаю свои руки перед Тобой и признаюсь, что Ты есть Бог Богов, Ты есть Творец. Благодарю я Тебя». И это произошло тогда, когда я тот день, я не знал, но я открывал свое сердце. До меня наконец-то дошел вот этот стук Христа, который стучит. Сегодня он и у твоего сердца стоит и стучит. Может, у тебя тоже нету детей? Может, ты болеешь? Или какая-то нужда? Я не знаю. Но открой сердце. Пока не откроешь сердце, пока Христос не войдет, ничего не будет. Братья и сестры, он хочет, чтобы стал хозяином твоего сердца. Он много не просит от нас. Наоборот. Только я знаю, что в моем сердце, и ты знаешь, что в твоем сердце. Аминь. А в этом сердце есть и доброе такое. Но это сердце, весь теле человека, сам и порченный. Там и гной есть. Там воняет страшно. Если вдруг будет случай, что ты почувствуешь, ты сам захочешь оторвать и выкинуть, потому что это сердце грязное. Там всякие плохие мысли, все-все там состается. И все-все оттуда выходит и исполняется. Аминь. Ты не можешь чистить. Ты не можешь чистить. Но Христос от меня и от тебя требует вот именно это грязное сердце. Не бойся. Он сделает там уборку. Он идеальное сердце будет у тебя. Поменяй его. Если ты злословил, если ты такая жена боевая, чтобы муж от тебя шарахался, даже иногда рюмку выпил, боится домой зайти. Ты, брат мой, настаивай, молись, чтобы Господь поменял сердце твоей жены, чтобы очистились ее уши, чтобы она слышала этот стук и открыла. Она сто процентов изменится. Я этого верю. А вы верите? Вы верите, что Иисус может делать? Иисус хочет, чтобы твое сердце ничем не было занято. Братья и сестры, я когда не уверовал, я когда пил, я говорил, «Бог, ты несправедливый, даже если тебе нету, ну даже если ты есть, ты несправедливый. Ты мне хоть одной сестры не дал, говорю, хоть одной. Чтоб я был дядей, чтоб у меня, я для племянника купил конфету там, чтоб я держал или племянники за руку ходил, покупки делал, чтоб я тоже радовался». Ну, ты, говорю, несправедливый, не дал ни одну сестру. А когда уверовал, один раз стою, проповедую, хочу читать, описание, ничего не написано. Белый листик у них и голос такой. Помнишь, что ты говорил, что я несправедливый? Я говорю, да, ну, а вот смотри, говорит, подними глаза, видишь вот этих сестер? Я говорю, да, они все твои. Ты от меня одного просил, что я не даю, а вот это они, все твои. Но это, говорит, еще не все. У тебя и черные сестры есть в Америке, и светлые рыжие есть в России везде. Я дал тебе то, что ты хотел. А ты можешь для этих племянников исполнять твое обещание, каждому хоть конфету купить? Я говорю, господи, прости меня, я не могу. Ну, если ты будешь со мной, могу. Ты благословишь меня, братья и сестры. Я сейчас стою, радуюсь, потому что я вижу своих сестер в Беларуси. Три тысячи километров приехали из Армении, чтобы увидеть, встретиться с моими сестрами и братьями, и увидеть племянников. Разве это не чудо? Кто может так делать? 12 часов в дороге, всю дорогу спал. А Бог разбудил, и сейчас стою и свидетельствую. Разве это не чудо? Я ваше, вы мне принимайте. И вы мои. Я люблю вас любовью Иисуса Христа. Люблю. Это не просто слова. Слава Богу, здесь есть такие Божьи дети, что не придется нам ночевать у журавлика. Но даже если придется ночевать у журавлика, все равно я рад и люблю вас. Братья и сестры, я когда гонял в церковь, папа мой всегда говорил, когда пил, ты человеком хоть раз встанешь, когда-нибудь ты трезвый домой придешь. Даже гаишники удивлялись. Один раз меня трезво поймали за рулем. Акт написали. Я пьяный за рулем ездил автобусом. Папа говорит, ты человеком не станешь, а ослом еще вопрос. Я тогда обижался. Ну, когда уверовал, один раз в собрание возвращаюсь, такое славное собрание было. Женщина исцелилась раком, который врачи сыновьям сказали, отвезите домой, пусть родные с ней будут прощаться, она через неделю умрет. И когда они наскоро ее везут, а у нас собрание было, гости были с Америки, с Персии, с Италии, братья, и наш церковь взял в аренду спортклуб, большой такой, музыка играет, песни, хваления поются, и они когда мимо проезжают, она говорит, что за музыка, что за песня. Старший сын говорит, это в больнине верующие хлеба не имеют, но наняли, тут собрание делают. Она говорит, везите мне туда. Мама, ты чего, позоришь нас? Мы такие богатые, тебе среди нищих. Слава Господу, что в Бога нет нищих и богатых. Аминь. Привезли на носилках, поставили, на это собрание. Брат поднялся, пришел, встал на колени, возложил руки на нее, говорит, тебе говорю, встань, твоя болезнь исцелена, встань. И она встала. Я все это вижу глазами своими. И после этого, что ей дали неделю там, 12 лет сестра ходила на собрание. Но сыновья никто не уверовал. Я так радостно иду домой, взошел с женой, с ребенкой, и мой смешник, напарник, сидит с отцом. Он с женой, ну, ты где был, говорит? Я говорю, в доме отца моего. Папа говорит, Эдик Джан, я же говорю, что он как начал уверовать, вообще стал дураком. Тогда не был человеком, сейчас вообще стал дураком, говорит. Не пьет, не курит, ну, что-то у него такое. И этот мой напарник, говорит, Араик, правильно, что в Библии написано, что если рубашку твою просят, отдай. Я говорю, Эдик Джан, там написано, что если рубашку просят, ты пиджак отдай. А он говорит, а ты на это готов? Я говорю, не знаю, он Бог знает. А он говорит, эта квартира твоя? Говорю, да. Машина твоя? Говорю, да. Слушай, говорит, ключи от машины отдай меня и ордер от квартиры. Я так смотрю, он говорит, я не шучу, серьезно говорю. Ты Бога любишь? Говорю, да. Ну отдай, это же Бог говорит. Я жене говорю, принеси ордер. Она принесла, я ордер положил на стол, ключи, документы от машины отдал. Говорю, на Эдик Джан, это хочешь? Пили. А он говорит, пиши расписку, чтобы завтра не пойдешь, суд не подать, чтобы тебе насильно. Я говорю, в Библии написано, что ваше да было да и нет было нет. Говорю, мы никому не будем жаловаться. И когда от нас что-то забирают, Бог говорит, радуйся, что у тебя столько есть, чтобы они видели и забрали. Он говорит, точно мою? Говорю, да, точно. Тогда говорит, бери жену, ребенка и выходи. Я в это время в сердце молюсь, Господи, говорю, здесь что-то произойдет, я не знаю, что произойдет. Ну, делай, чтобы я не позорил тебя. Ты же сказал, что ты за нас будешь выступать там. Ты же наша защита. Моя надежда только в тебе. Помоги. Не делай, чтобы я ошибку сделал. Помоги, чтобы я тебе представил вот этим людям чисто так, как ты есть. Помоги меня. И жене говорю, одевай ребенка. Она одела ребенка. Мы подошли к двери. Дверь открываю, чтобы выходить. Отец говорит, куда ты ищак идешь? Куда? Братья, сестры, такой радостный на мое сердце наполняется. Я так рад. Говорю, Господи, неужели я так осел, на котором ты сел, в Иерусалим вошел? И сейчас сел и ко мне в квартиру вошел. Господи, слава тебе, что я хоть среди зверей на осла похож. Папа всегда говорил, что ты и ослом не станешь. Слава тебе, что я стал этим. Радуюсь. И сердце наполняется Духом Святым. Он говорит, куда ты пойдешь? Я так поверну на его сторону. Говорю, папа, у меня в мире столько братьев и сестер, что если каждого я буду быть в гостях три часа, мою жизнь и жизнь моего ребенка не хватит, чтобы мы у всех были в гостях. Аллилуйя Богу! Разве не так, братья и сестры? Сейчас враг вашей души гает. Да не слушайте. Да если вы сейчас туда попадете в эту секцию, то все. Да, правильно. Если сделаешь решение и откроешь сердце свое, будет все. все мирной суетной жизни. И ты приобретешь новую жизнь. Жизнь вечную. Аминь. Братья и сестры, много есть чего сказать. Но время в одном собрании мне дали слово, и я час-двадцать минут говорил, потом пастор сказал «Отче наш» и закрылся. Я когда вышел, братья, которые должны были преподавать, один пришел говорить, чтоб больше твоей ноги в этой церкви не было. Я говорю, брат мой, это не я, это Дух Святой говорит через меня. Я не знаю, кто говорит, но чтоб тебе больше здесь не было. Я неделю готовился, а ты все разрушил. Да. Армяне благословление и как крест. Но я благодарю Бога, что попросил раньше брату, говорю, после меня брату дадите слово. А он сказал «Да». Я благодарю, что вы согласны до десяти часов здесь посидеть, слышать. Это не мы, братья и сестры. Бог вас так любит, чтоб хочет кормить вас. Аминь. Институты работают, хотят таблетку найти, чтоб человек выпил и вечно жил. Так, нет? А я знаю один рецепт. Таблетки не надо, диету надо соблюдать. И вечно будешь жить. А эта диета Иисус предлагает. Говорит «Иди у меня бери хлеб и пей с моего колодца. Чистую воду». Если ты как хлеб примешь Христа и будешь пить эту воду, которую он предлагает, вечно будешь жить с отцом. Хороший рецепт, нет? И дети, которые дети соблюдают, скажите, один армян знает этот секрет. Один раз меня хотели на мной смеяться. Я группу возил на экскурсию, а там ученые были. И как они узнали, что стол накрыли, кушают, мне наливают водку, я говорю, я не пью. А почему? Я говорю, я верю, шипокаялся, я хватит сколько пил в жизни, сейчас уже не пью, не курю. Один говорит, да нету Бога, да что ты, говорит, ерунду говоришь. Я говорю, нет, есть, говорю. Я, говорит, химик, тебе могу научно доказать, что нету Бога. И все стоят. А ты можешь мне доказать, что есть Бог? Говорю, да. Я говорю, он всемогучий. Вот в Библии, говорю, все науки написаны, и медицина, и химия, и математика, все, 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 говорю. И если кого-то Бог что-то позволяет, это его милость. Ну, говорит, доказывай. Я говорю, ну, ты химик. Если черный смещат красным, что получится? Какой цвет получится? Есть у вас химики, научные сотрудники? Какой цвет получится? А? Вот сестры знают, они слышат. Белый цвет получается. Скажите, этот брат, что он так говорит? Наши черные грехи, когда смешались кровью Иисуса Христа на Голгофе, получился белый, и он тебе и мне белой одеждой одел. Аминь. Разве не чудный наш Господь? Ты не просто в секту попал, научно можешь что-то открывать тоже. Бог тебе откроет, откроет свою любовь, Бог наполнит сердце твое, братья и сестры. Умоляю вас, любовь Христа открывайте, не задерживайтесь. Сегодня ваше время, не знайте, что завтра будет. Сегодня многие, многие хотели увидеть этот рассвет, но не увидели. Но я с тобой увидел, видим, да? Мы не лучше их. Может, сегодня твой последний день. Только Богу это известно. И поэтому Он позвал тебя сюда и нас отправил сказать, что Он любит тебя. Открывай сердце свое, скажи Христу, скажи, что там в сердце твоем прячено, скажи, что не любишь братьев, вся на летемере, что вот эту сестру не любишь. Скажи, смело скажи, Он тайно услышит явно тебе видос, наполнит сердце твою любовью. Аминь. Веришь этого или нет? Но Он пришел делать все это. А если вместо Него в сердце твоем другие вещи, Он освободит тебя от этого. Я в детстве мечтал, чтобы автобус иметь собственный. В нашем городе второй я купил. О, как я любил этот автобус! Я хожу в служение, я молюсь, я все. Но Дух Святой говорит, ты меня не любишь. Господи, как не люблю, молюсь, куда отправляешь иду, что скажешь, делаю? Что еще делать? Сердце тебе показать, дай нож открою, и ты увидишь, что там написано Иисус. Нет, Гай, там Иисус не написано. А что написано? Там написано автобус, а потом Иисус. Да не, Гай, наверное, я так устал, это не голос Духа Святого. И получился так, что я попал в долг. 1300 долларов. А долг требуют, и требуют серьезные люди. И на меня назначили время. Дали всего лишь три сутки. Что делать? Молюсь, Господи, взял пост, молюсь, Дух Святой говорит, продай автобус. Я говорю, цели, за три дня не получится ничего. Готов квартиру продать, все продать. А где будешь жить? Я говорю, в автобусе будем жить. Днем буду работать, ночью будем там жить. Коляска, все помещается. Молюсь, тем прошел, иду пастору, епископу. А для церкви надо автобус. Ходят, смотрят, хотят покупать. Я говорю, братья, у меня такое предложение. Какое? Я говорю, автобус свой продаю. Этот автобус стоит 2500 долларов в рынке. Я 1300 хочу. И плюс буду на нем работать как водитель. Бесплатно. Зарплату не хочу. Епископ говорит, брат говорит, не, мы не берем этот автобус. Думаю, если вместо меня его зять был в долгу, и этот автобус был его зятя, он и 2500 отдал. А мне 1400 не дают. Еще и говорят, что я пастор, я вас всех люблю. Вот я когда-нибудь тебе выскажу. Выскажу, что ты нечестный пастор. Иду домой, думаю, я опять молюсь, вторая сутка. Господи, помоги, дай возможности, найди клиента, квартиру хочу продавать, там все. А Дух Святой говорит, продай автобус. Как? Не, автобус, ну, автобус продам, на что буду жить? Ну, ты представляешь, дети, два сына, семья, будем голодать, от голода умрем, это разве слава принесет тебе? Не, дай квартиру продадим, автобусом буду работать. Второй день прошел, ничего нету. Третий день молюсь, и телефон звонит, тогда сотов их не было. мужа одной сестры, он тоже сильно гонял церковь, но мне не трогал, и всегда мне звал, чтобы с ним кушать, и вопросы задавал. Я говорю, всех ненавижу, ну, тебе что-то такое нахожу. А Райк говорит, приходи, я стол накрыл, кушать хочу. Я говорю, если бы ты знал, что я уже третий день тут голодаю, мне не до твоей еды, не могу, говорю, я занят, ну, приходи, дело есть, говорит. Ну, взял, молюсь, Дух Святой, говорит, иди, что ты уперся, иди. Ну, пошел, захожу, стол накрытый, познакомься, говорит, это сестра моей жены, она тоже верующая, кстати, твоя сестра тоже, ну, так, говорю, очень рад, слава Богу. А это его муж, такой же, как я, неверующий. Ну, я говорю, вы тоже недалеко, если их держите, говорю, они же прокаженные, говорю, и вы заразитесь, это такая зараза, говорю. И муж, это, сестры, говорит, я слышал, что ты автобус хочешь продавать, я говорю, откуда ты слышал? А, дома, говорит, жена молился, показал адрес, знаем, что продаешь, сколько хочешь, можно машину посмотреть? Говорю, можно, пошли, посмотрели. Он говорит, ты веришь? Я говорю, да. Сколько продаешь, сколько хочешь? Я говорю, рынке 2 500 стоит, но я 1300 хочу. Он говорит, я эту машину 900 долларов больше не дам. Я говорю, нет. а ты думай, говорит, мы пока дома до 5 часов здесь будем. А уже 12 часов дня. Они ушли, я пришел, Господи, говорю, что делать? Вот 9 вечера время выходит, как я, откуда долго отдам? А он говорит, я же клиента тебе послал, продай. Господи, говорю, я не понимаю, твоя моя математика, что, разная, что ли? Я должен 1300. Этот, говорит, 900. Откуда я 400 долларов найду? Ты еще, говоришь, продай. Лучше подарю. Нет, говорит, продай. Я пошел, ну, Бог говорит, я не могу противиться. Я пошел, говорю, я согласен. Приходим, он дороги, говорит, еще снят с учета, с твоего счета. Это еще 100 долларов. Я говорю, ну, ты наглеешь. У меня 1300 долг, это еще 800-500 долларов. Я что сделаю? Мирские люди, они не поймут. Ну, ты продаешь или нет? Дух Святой, говорит, продай. Скажи, да. Говорю, да. Поехали. Едем, чтобы снять с учета. Брат один моргает. Ты куда продал? Говорю, да. Куда идешь? Я говорю, с учета снимать. Подожди, говорит, у нотариуса снимем, там 10 долларов надо платить, а не 100. Пошли нотариусу. Зашли, они посчитали, и нам сказали, что 200 рублей будем платить, даже меньше 10 долларов. Я нотариусу говорю, вы не ошиблись? Она заново посчитала, нет, говорит, 200 рублей. Я говорю, серьезно не ошиблись? Она говорит, нет. Ну, на, говорит, иди плати, чек принеси. Я выхожу, этот человек держит мою руку и говорит, я не знаю, кто ты, и что ты, на это 100 долларов тебе в карман. Иди с ними плати. Я говорю, не надо. Я же, я, говорит, тут стоял. Иисус встал передо мной и говорит, что ты моего сына обижаешь? Если хочешь, чтобы я благословил, отдай этот 100 долларов, и снятие с учета с твоего счета будет. Бери, ради Бога, если хочешь, чтобы мицели добрались, бери. Я взял, пошел, 200 рублей заплатил, они уехали. Пришел, стою на колени, говорю, слава тебе, Господи! А где найти еще вот этот 400 долларов? звонит сестра, мат этого парня, кому я должен. И говорит, что вы делаете, приходите гости. Я взял жену, маму, ребенку, поехали к ним гости, разговариваем. И моя мама говорит, сестра, ну, твой сын такой тупик поставил. Она говорит, в чем дело? Помнишь, говорит, те 1400, что взяли долг? На сына три дня срока дали, девять часов заканчивается, он требует. Та бьет, трубку, звонит, ты что, говорит, не от меня родился? Кто тебе дал эту смелость обидеть моего брата? Он продал машину, понимаешь, что ты натворил? Дети голодают, говорит, что ты делал? Как мне еще в церковь зайти после этого? Что ты натворил? Что ты со мной не советовался? А он там, мама, извини, извини, извини. Вот он говорит, принес 900 долларов, 400 не хватает, что будешь с ним делать? Он говорит, буду простить, это пусть отдаст, хватит. А он говорит, а он без работы, надо автобус еще другой ремонтировать, 100 долларов надо, чтобы ремонтировал, работал. Он говорит, из этого 900, этот 100 рублей отдай, 100 долларов, пусть ремонтирует и пусть заработает. От меня проси прощения ему тоже. Слава Иисусу! Его математика не наша математика. Если ты тоже в таких долгах, и сегодня Бог говорит, оставляй, оставляй, слушай его. Я когда домой вернулся, я молился, говорю, ну что, Господи, за что все это? И я смотрю, что автобуса и во дворе нету, и в сердце нету. А там Иисус, а там любовь, а там свобода. Аминь. Доколе будем рабами ходить? Господь освободил нас. Мы сейчас тоже, я ничего не стоящий раб, но я уже раб Христа, не раб этого мира. Я раб любви. Я ваш раб. Скажите, что угодно я выполню. Выполню любовью Иисуса Христа. И ты можешь это выполнить. Если враг показывает, что это невозможно, не верь, отдай только сердце Христа. Он очистит, и ты можешь. Пусть благословит вас Господь. Есть много чего сказать. Ну, и ваше терпение не хочу так. И хочу с вами помолиться и сказать, что я в Подмосковье живу. У меня своей квартиры нету. Но я буду рад, если кто-то из вас когда-нибудь будет там, запишите мой номер, смело звоните, подъеду, встречу, поедем. Приму я вас, как приму Иисуса Христа. И вместе будем радоваться. Есть много чего вам сказать, которые я здесь не сказал, потому что время поджимает и брат будет делиться. Ну, я благодарю Бога, что сегодня в Бараниче я столько сестер братьев нашу. Амин. Если не будете даже хлебом кормить, ну, примите мне кости, готов с вами целую ночь молиться и кушать тот хлеб, который с небес спустится. Аминь. Не бойтесь, малое стадо, мы сильные, потому что наш хозяин не мир города и не президент страны. И не заблуждайтесь, ваш и мой хозяин это всемогучий Бог. Обращайтесь, зовите отца, скажите, расскажите свои нужды. Вы можете представить, что сын вашего президента пойдет премьер-министру и скажет, хочу бизнес делай, помоги. Премьер-министр, конечно, чтоб кресло не потерять, поможет, но в уме своем скажет, безумный ребенок, папа-президент ему не обращается, ко мне обращается, любое время, вот, стуль мой под меня может шататься. Разве это не безумство? Братья и сестры, что вы в этом мире обращаетесь к хозяину этого мира и хотите, чтобы у вас состояние было благополучно? Или что вы хотите быть здоровыми? По врачам бегайте, в очередях сидите, не делай это, у тебя отец врач врачей, все финансы у него в руках, обращайся к нему и пусть не серебро и золото будет твое богатство, а пусть Иисус Христос будет твое богатство. И тогда ты будешь самым богатым и никогда не будешь ни хлеба ни в чем нуждаться. Аминь! Младенцем бил и постарел, но никогда не видит, что праведный хлеба умоляет, просит. Ходите по стопам Христа, отдавайте сердца, и все будет. Помолимся. Я попрошу, чтобы служитель вашей церкви помолился этой молитвой и за меня тоже. Я тоже много нужд имею, болезни, все. Но я благодарю Бога, что моя надежда и все на Бога направлено. Аминь! Господи Божий наш, мы славяем перед лицом Твоим святым. Дорогой Отец, мы все перед Тобою, Господи, и Ты видишь нас, пути наши, Господи Божия, и настоящее и будущее, Господи, все в Твоих руках. Мы молимся Тебе, Господь, помоги нам доверять Тебе в маленьком и в великом, помоги в сердце иметь надежду на Тебя, Господь. Мы молим Тебя, Дух Божий, Дух Святой, руководи советом Твоим, народом Твоим. Мы просим у Тебя, Господи, этот вечер и это свидетельство, которое мы слышали. Дай, Господи, Боже, чтобы мы могли уместить, понять, быть, быть послушными Тебе во всем, Господь, видя и жизни других людей Твое участие, Господь. мы молимся Тебе за брата, который здесь за кафедрой, Господь, и он прожил часть жизни своей, и немалую часть, и Ты учил его, и воспитывал его, Ты, Господи, вел его своим путем, и просим и дальше, Господи, не оставь его, без Твоего внимания, без Твоей науки божественной, Господи, направляя его сердце Твоим путем святым, благослови его дом, благослови его жизнь, благослови его служение, Господи Боже, и церковь благослови в дальнейшем еще, Господи, мы молим Тебя, и брата, который еще будет участвовать, вложи слово Твое в его уста, в его сердце, дай нам быть терпеливыми и верными Тебе, Господи, и выслушать то, что Ты хочешь сегодня нам преподать во имя Отца, Сына и Духа Святого. Амин. Братья и сестры, я прошу прошения. Я второй час не сказал, но очень коротко. Я тоже гонялся за богатством. В Москве я нашел своего отца, от которого родился, и он принял. И я молился у него дома, мы с семьей сюда приехали, в Москву, и я молился, и он увидел, что я молюсь, читаю Библию. Он мне позвал и говорит, ты что, Бога веришь? Я говорю, кого еще верит, папа? 33 года было мне тогда, когда я его нашел. Он говорит, он мультимиллионером был, сейчас его нету, он умер. Говорит, как у меня слуги работают, так и у тебя будет. Соседний дом для тебя куплю, что хочешь, отдам. Откажись от Бога, я тебе даю три сутки, чтобы ты мне ответил. Бросишь книгу перед моими ногами, под ногами, скажешь, нету Бога, я все для тебя сделаю, все обеспечу. Я говорю, папа, и три секунды хватит ответить, что я от Бога не откажусь, и от книги не откажусь, и не нуждаюсь в твоей помощи, потому что твоя помощь временная, а помощь Бога, который он мне обещал вечное. Он говорит, тогда освободите дом мой. И нас выгнали на улицу с женой с двумя сыновьями, и мы ночью ночевали на улице, постелили одеял, дети спали на травке, а мы с женой молились. Утром одна бабушка пришла, говорит, я квартиру сдаю, вам не надо, и мы сняли эту квартиру. И когда он нас выгонял, ее жена говорила, что ты узнал, что мы богаты, и ты пришел, чтобы за наш счет жить. Я хочу, обратите внимание, я ей говорю, до сих пор свою семью кормил я, и я не нуждаюсь в вашей финансовой помощи. Она говорит, то, что вы сюда приехали, вы мне должны 400 долларов. Я говорю, я даю тебе слово, что верну это 400 долларов. Когда у меня будет российский паспорт, машина, дом, она говорит, а тогда, может, нас живых не будет. Я говорю, живых живых не будет, вашим внукам отдам, не бойтесь. Я христианин, я не обману. и нас выгнали. Я от Бога не отказался, но в ответе я все взял на себя. И у меня был принцип, я хотел стать богатым и ушел от церкви, от Бога, от собрания шесть лет. Я приобрел шесть автомашин, маршрутный такси Козели. У меня был свой маршрут, я зарабатывал этими российскими мерками день от десяти до пятнадцати тысяч рублей. И жена всегда говорила, хватит, остановись, давай пойдем на собрание, все, хватит. Ну, как блудный сын, иди, отец ждет тебя. Сколько раз ты это проповедовал? Я говорю, еще недостаточно, подожди, еще, еще. И в двухтысячный пятом году восьмого июня, сегодня девятое, да, или десятое? Девятое. Восьмого июня, десять часов дня мой сын звонит меня, старший сын, тот, которого я просил Бога. Папа говорит, у моей девушки, а я радовался, что у нее уже девушка появится, ему четырнадцать. я так далеко отошел от Бога, чтобы мирскими делами я начал радоваться, что у меня это есть, это есть. Я на день рождения иду, мама не пускает, я маму говорю, жене говорю, отпусти, я ему говорю, что пять часов ты был у меня. Он говорит, папа, пять не обещаю, но семь часов точно буду. В одиннадцать часов он со мной разговаривал, полвторого позвонили и сказали, что ребенка уже нету живых, он утонул. Я когда слышал это, я Богу не задал вопрос, почему, ты что не мог сохранить. Я когда слышал, что он ушел от нас, первое, что было, я при себе, сам себе, я Богу сказал, благодарю тебя. Так написано, за все благодарите. Потом сказал, Господи, лучше забрал бы меня, чем ребенка. Я не мог смириться, я отказался и от машины, и от маршрута. Я всегда бежал в могилу, встал на колени, плакал, рыдал. И один день я на колени молюсь, слезы текут. Я чувствую, что Иисус стал за моей спиной. Я его не вижу, но я чувствую эту силу. И голос, который шесть лет со мной не разговаривал, которого я не слышал шесть лет, до этого я без него жить не мог. И голос опять заговорил в моем сердце. Почему ты его ищешь среди мертвых? Тут его тело, а он у меня. И он тоже плачет, и слезы его падают на меня. А я в голове говорю, если это Иисус, что он на меня плачет? Что он на могилу не льет слезы, как я лью. И опять голос говорит меня, что твои слезы поднимут, не поднимут. Он жив, но ты мертв для меня, а мои слезы тебе поднимут. Встань! И я встал, и радость в мое сердце пришел. И он говорит, слушай, Араик, уже два раза мне по мое имя не говорил. Я помогу тебе, говорит, я исцелю твои раны. Я хочу, что ты и стал моими устами. У меня, говорит, в церквах есть много таких, как ты, детей, мужей, близких потеряли. И они до сих пор со мной враждуют. Задают вопросы, почему, где ты был, что, сократился рука твоя, что ли? Если ты согласен, я тебе буду вести по этим церквам и через твои уст буду мириться с моими детьми. ты хочешь? Я молчал и говорил, хочу. И он сказал, посох тебе в руки отдам, новую одежду одену, перстень, палец одену, иди, трудись, я всегда буду с тобой, братья и сестры. Смотрите на меня, делайте себе выводы, уроки. Я не такой уж сильно плохой, чтобы такое сильное наказание было, но кто знает дела Господни? Дух Святой в моем сердце говорит, что в этой церкви есть такие проблемы. Мне не надо, что эти люди подняли свои руки, но Бог все видит и видит сердца ваши. Я сегодня здесь, чтобы выполнять миссию Иисуса Христа, сказать вам смиритесь. Время очень близко. Смиритесь с Богом. Не задавайте больше такие вопросы. Течет из ваших ран кровь, но у Христа есть масса. Позови Его, открой сердце, пускай Он войдет и помажет это рано, и ты исцелишься. Тяжело потерять детей, особенно в таком возрасте, но еще страшнее потерять Иисуса Христа. Своей жизнью. Я благодарю Его. Я рад. Я никому не слышал, я не мог остановиться, богатство уже ослепил меня. Ну, благодарю Его, что Он меня остановил. И остановил таким способом. И что сегодня я могу сказать, снимаю квартиру, ничего не имею. Я не говорю, что вы мне деньги дали. Я просто говорю, что я имею Христа и я богат. Я богат. Ни один богатый человек, бизнесмен или кто бы он ни был, не имеет той покоя, та богатство, которое имею я и которое имеешь ты, и ты, который еще не смирился. Если смиришься, будешь иметь ты. Братья и сестры, бог есть любовь. Бог есть любовь. Он не знаете, что сказал. Ты дал мне слово. Ты просил, я дал, ты дал слово, что этого ребенка ты выросишь во слове моем. Но ты не удержал. Мы не удерживаем свои слова обещания и еще на Бога обижаемся. Разве не так? А если бы мы исполняли свои обещания, такое с нами не случилось бы. Ну, сейчас благодарю, что так случилось, потому что так, что случилось, Бог мне исселял, мне величил. И сегодня я стою и призываю и говорю, если ты тоже в этой болезни, в этих муках, богатстве, вот в этом все нуждаешься и спешишь, готов топтать всех, бедным, богатым, братьев не смотришь, сестер не помогаешь, никому у тебя один цель быть богатым, придет день и это богатство не унесешь, а сам куда попадешь? Сегодня время смиряйся с Творцом твоим и увидишь, придет мир, придет богатство небесное, вечное, которое не могут никто от тебя забрать. и он мне сказал, если ты естественно так сильно любил своего ребенка, он у меня в раю, он со мной, а ты старайся туда попасть, а вот это будет настоящая любовь. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Да, с Богом еще раз будем продолжим. Я люблю вас любовью Христа. Ну, мы побежим.